Меня зовут Юлия, я преподаю философию и живу в Одессе, я коренная одесситка. И для меня все, что происходит в моем любимом родном городе и в то, что происходит в стране, которая является для меня сейчас родиной и родиной моих детей, вызывает самый живейший отклик. И, понятное дело, я готова на определенные внутренние подвиги для того, чтобы осмыслить и признаться честно в том, что происходит в моей стране и в моем городе. Ну, хорошо, раз вы честно готовы говорить, что происходит в данной стране, в Украине, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, события, которые произошли 2 мая в городе Одессе, действительно заставили всех нас задуматься. Я думаю, что это не уникальная ситуация, потому что те народы, те люди, которые прошли через войну, им приходится открыть в самих себе то, чего они до этого в себе не предполагали. Они могут открыть в себе людей, способных убивать. Они могут открыть в себе людей, способных оправдывать убийства. И это, наверное, самое страшное, что может принести война для любого народа. Потому что на самом деле проблема в том, что люди могут в порыве эмоционального, какого-то эффективного состояния, могут совершить какие-то необдуманные поступки. То же, что произошло во 2 мая для всех одесситов, всех, кого я лично знаю, а об этом говорят абсолютно все со 2 мая, нет ни одного человека, кто бы, а, оправдал это и сказал, что так и правильно. Какие бы политические убеждения у них ни были, никто не оправдывает это, все осуждают это. Это первое. И второе, это то, что я не знаю ни одного из незнакомых людей, кто бы признавал тот факт, что это совершили одесситы. Потому что абсолютно все, не большая часть, а абсолютно все, кого я лично знаю, абсолютно уверены в том, что никто из наших горожан не мог бы это сделать. Потому что для Одессы, для города, который был построен, сконструирован, разбит архитектурно французами, населялся он греками, армянами, евреями, это город, в котором никогда не было никакой розни между людьми разными политических взглядов и религиозных. И в этом смысле для одесситов совершенно не свойственно. Большая часть людей, с которыми я лично говорила, относится к этому так, что это была хорошо срежиссированная, спровоцированная драка. В толпе и одной страны, и другой находились люди, которые не были одесситами. Они не были одесситами не только потому, что у них, ну скажем так, по всем параметрам это были не наши люди. То есть можно было их увидеть в толпе. И те, кто были, они говорили, что они замечали, что какие-то странные люди, которых они точно не одесситируют, как жители нашего города. Одно из предпосылок, которое вырисовывается, что это даже не результат столкновения людей противоположных взглядов, а что, на мой взгляд, еще хуже. Потому что и это плохо, но есть еще хуже. А хуже то, что есть такая гипотеза, что на самом деле не поделили между собой некоторые, скажем так, сферы влияния люди из одного лагеря. А более подробно? Люди из одного лагеря, те люди, которые, ну собственно говоря, рассматривали Куликовое поле как место своей базы. Это про российские активисты? Да, это одна из гипотез. Еще раз говорю, что я ни в коем случае не утверждаю, потому что для того, чтобы утверждать, должны быть определенные факты. Такими фактами мы не располагаем. Все, что нам известно, это то, что милиция города Одессы позволила уйти людям, которые обязаны были обеспечивать порядок в городе. Это высшим чинам милиции. И в этом смысле это их прямая вина, потому что это прямой их долг, который, и они присягали на верность народу, они должны были защищать граждан Украины и жителей города. Они этого не сделали. Вот те люди, которые принимали в этом участие, я имею в виду правоохранительные органы, они в силу того, что они были участниками этих событий, они были свидетелями этих событий, они могли бы сказать намного больше. Но их теперь нет, потому что им дали возможность уйти. И в этом смысле я считаю, что этот город может объединиться только в одном. Все мы, какие бы мы взглядов ни придерживались, с какой бы стороны баррикады мы ни стояли, мы должны были бы объединиться в том, чтобы потребовать к суду тех, кто должен был сохранить жизни наших граждан. И это бы нас объединило, потому что на самом деле любого человека в этом городе интересует, кто виновен, что это произошло. Кто бы, на какой бы он стороне ни стоял и с каким бы он флагом ни стоял. Вот все хотят восстановления справедливости. Какую роль в этом играет пресса, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, пресса в этом, к сожалению, я думаю, что вы это знаете не лучше, не хуже меня, что пресса, на мой взгляд, занимает ту или другую позицию. А она не имеет права этого делать. Пресса должна быть свидетелем, насколько это возможно. Понятное дело, любой, кто занимается репортажами, даже сам выбор того, что вы снимаете, это уже определенная позиция. Но в то же время, даже если мы не можем отказаться или, скажем, претендовать на абсолютную объективность, мы хотя бы должны ставить себе это как планочку, на которую мы должны равняться. Если даже нет такой, ну скажем так, нет такой задачи, чтобы быть объективными, тогда получается, что, к сожалению, пресс оказывается либо по одну сторону баррикады, либо по другую. И тогда камера и микрофон – это тоже оружие. Именно поэтому такое особое внимание к людям, которые выполняют такую работу, что они не просто наблюдатели, они участники.